Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я предлагаю вам обсудить очень животрепещущую тему и поговорить об ароматах бренда Эксцентрик Молекула. Поговорить о том, пахнут они все же или нет, потому что отзывы на этот бренд очень противоречивые. Кто-то горячо любит эти ароматы, а кто-то считает, что это выброс денег на ветер, потому что это ароматы без аромата. Я приглашаю вас в комментарии к этому видео для обсуждения. Рассказывайте, пахнут ли вам эти ароматы, нравятся ли они вам, и как вы считаете, стоят ли они своих денег. Я познакомилась с этими ароматами благодаря вот такому аромабоксу номер 2 с сайта Рандеву, он так и называется Эксцентрик Молекула. В нем 4 эксцентрика и 4 молекулы. О них сегодня мы с вами будем говорить и об Эксцентриках, и о молекулах. Ссылку на этот аромабокс я оставлю в инфобоксе. Также там вы найдете промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, и работает при покупке от 2,5 тысяч рублей. Вообще на рандеву огромное множество разных аромабоксов и для мужчин, и для женщин, поэтому каждый сможет найти себе аромабокс по душе, и это прекрасная возможность познакомиться с ароматами. Ну что, если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Почему я вообще решилась заказать этот аромабокс, и решилась на съемку этого видео? Недавно в запрещенном грамме, я думаю, вы поняли, о чем я, я выставила пост с описанием аромата Эксцентрик 02, и там в комментариях девушка мне написала, что вы, вы блогеры, вы во всем виноваты. Вы рекламируете это, но это совсем не пахнет. Я купила аромат, я выбросила деньги на ветер, я ей говорю, наверное, вы купили не Эсцентрик, а молекулу. Она, в общем, сначала говорила, нет, Эсцентрик, но потом, в итоге, скорее всего, она купила молекулу, ведь Эсцентрики, они как бы вроде на самом деле всем пахнут, а молекулы не всем. Честно говоря, я сама не ощущаю две молекулы из этого аромабокса, но давайте обо всем по порядку. У нас в аромабоксе идут сначала 4 Эсцентрика, потом 4 молекулы, но я предлагаю вам рассматривать их немного по-другому. То есть мы будем брать Эсцентрик 0.1, затем молекулу 0.1 и так далее. И давайте с Эсцентрика 0.1, собственно говоря, и начнем. Здесь молекула Исои Супер, то есть Эсцентрики, по сути, это молекулы плюс какие-то другие ноты, и поэтому они звучат более ярко, и поэтому их как бы чувствуют, в отличие от молекул. Кстати, кто-то говорит, что я не чувствую запах, кто-то говорит, я чувствую, как вы можете его не чувствовать, он же так громко звучит, что он просто взбивает с ног, у вас анасмия, а кто-то говорит, нет, не может быть у меня анасмия, не может быть такого, что анасмия у меня, и у всех моих друзей, и у всех моих родственников. Вот что вы думаете на эту тему, напишите. Вернемся к Эсцентрику 0.1, я здесь чувствую древесные нотки, а также немножко ириса, который звучит, как в Эсцентрике 0.2, то есть для меня он пахнет морковкой, но здесь его гораздо меньше. Также цитрусы и вода. Для меня этот аромат, он такой влажный, повседневный, вообще все Эсцентрики и молекулы, это абсолютный унисекс, они подойдут как мужчинам, так и женщинам. Для меня этот аромат корректный, приятный, но я не могу сказать, что он меня зацепил, я вот прямо сейчас готова бежать и покупать его. Нет, он мне нравится, но, скорее всего, его я не куплю. А вот молекула 0.1, это молекула Исои Супер, здесь, вы знаете, я чувствую сначала спирт, а потом, ну, очень такой тихий-тихий запах, вот буквально как писк, запах чего, вроде как не понимаю чего, чем-то пахнет, а вроде не пахнет, ну, вроде как это древесина, но, с другой стороны, я не уверена, что это не мои галлюцинации, потому что я очень хочу почувствовать этот аромат, но я почти ничего не чувствую. То есть, да, если это и есть аромат чего-то, аромат древесины, то он супер тихий. И, честно говоря, я вот не готова покупать молекулы, потому что я их почти не чувствую. Возможно, их кто-то чувствует с меня, и, возможно, их кто-то чувствует громко, но я же хочу сама наслаждаться ароматом, я хочу ходить в его коконе, хочу, чтобы при легком дуновении ветерка меня обдувало этим прекрасным запахом, а если ничего, то и как бы, ну, и смысл какой в этом. Вот вы согласны со мной или не согласны? Напишите свое мнение в комментариях. А мы переходим к эсцентрику 02, и он, кстати говоря, есть в моей коллекции. Аромат, который пахнет ирисом, я уже говорила на своем канале, что для меня этот аромат пахнет вареной и свежей в то же время морковкой. Очень приятный, бодрый, позитивный, фоновый, повседневный, корректный, но при этом яркий и, правда, очень-очень шлейфовый. А вот молекулу 02 я не чувствую вообще. Это молекула амброксан, и как бы если в молекуле 01 я как бы постаравшись, представляю, что это запах дерева, то в молекуле 02 после того, как выветривается спирт, я не чувствую, ну, вот, совершенно ничего. Я очень рада, если вы чувствуете этот запах, но для меня это просто аромат без аромата, полный ноль, вода, в общем, ничего. К сожалению, это так. Переходим к эсцентрику 03. Здесь цитрусы с деревяшками, тонкой-тонкой кожей, которая придает лишь легкий акцент, и с ирисом. Здесь яркий старт и более нежная база. Опять же, он унисекс, но вот, наверное, этот эсцентрик я больше представляю на женщинах, из-за нежности в базе. При этом он остается универсальным и остается повседневным. Молекул 03 я чувствую. Это ветивер. Она для меня раскрывается ярче, чем другие молекулы. Ну, как бы там ничего, а здесь хоть что-то. Нет, на самом деле, эта молекула для меня самая яркая из всех. То есть, она вроде как и шлифит, и как-то развивается по воздуху. Я здесь чувствую хвойный спил, а мне нравится запах хвойного спила. А помимо хвойного спила, здесь есть кислинка цитрусов, как мне кажется, грейпфрута. Мне нравится вроде как, как это пахнет, но в то же время, я опять же не готова прямо сейчас бежать и покупать этот аромат. Последний эсцентрик, о котором мы с вами поговорим, это эсцентрик 04. Старт – это кисленький грейпфрут, но не натуральный. То есть, для меня это скорее ароматизатор или леденцы грейпфрутовые, то есть, я не чувствую запах натуральных, бодрых цитрусов. Помимо этого, как и в других эсцентриках, это деревяшки, и это еще и хвоя. Мне кажется, что этот аромат очень подходит на лето, на жару, будет такой неплохой фоновой поливашкой, которая не раздражает, и которая при этом так быстро не слетает, как, например, одеколоны. То есть, если в жару хочется фоновый аромат, но при этом хочется его на себе чувствовать, то, мне кажется, это вполне неплохо, и, возможно, я даже приобрету его в свою коллекцию. И молекула 04, это сандал, и для меня это такой молочно-кремовый сандал с легкой солоноватостью, но при этом он звучит очень тихо. Тише, чем молекула 03, но, конечно, ярче, чем 01 и 02. Очень, очень фоновый аромат кокон. Почти ничего, ну, то есть, как бы нет, что-то все-таки есть, но в то же время это как бы не ярко. Опять же, не готова платить. Эсцентрики мне нравятся больше, чем молекулы, потому что все-таки, в отличие от молекул, они ярче. рассказывайте свое мнение, что вам больше нравятся эсцентрики или молекулы, есть ли какие-то из этих ароматов в ваших коллекциях, как часто вы их носите, какими вы их видите, то есть, для вас они повседневные, или же это ароматы праздники, возможно. Мне очень интересно почитать ваше мнение. Все-таки, я считаю, что эти ароматы феноменальны, феноменальны, да, из-за того, что кому-то они пахнут, кому-то не пахнут, феноменальны из-за того, что их очень много и часто обсуждают, и многие действительно их любят. Для многих они являются ароматным я, любимыми ароматами, и я понимаю этих людей, но в то же время, вот в свою коллекцию я пока купила только Эсцентрик 02, возможно, приобрету еще Эсцентрик 04, и на этом все. Молекулы я просто не вижу смысла покупать из-за того, что они тихие, они корректные, что-то вообще не пахнет, и как бы какой в этом смысл. Пишите, согласны вы со мной или не согласны. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, если это так, то ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал, всем отличного настроения, и всем пока-пока!